В социальных аптеках лекарства дороже, чем в обычных. Такие жалобы поступают от карагандинцев. Почему в аптеках, специально открытых при поликлиниках, для того, чтобы сбить цены на лекарства, получаются такие перекосы? И насколько жизнеспособен проект Карагандинского управления здравоохранения? Выясняла Людмила Батюшкина. Вот они сейчас, я вам покажу, которые я взяла в аптеке. У Нургиды Селивановой минимальная пенсия, поэтому в поисках самых дешевых лекарств женщина обошла 7 аптек. И выяснилось, что в социальной аптеке в ближайшей поликлинике цены оказались выше, чем в обычной. К примеру, андипал в частной аптеке стоит 300 тенге, в социальной – 360. Единственное, что там дешевле – цитрамон. И то его не было. Если на 200, на 100 и больше есть разница в большую сторону, чем в обыкновенных аптеках, какая же она социальная тогда? Но какая она социальная? Она не социальная. И поэтому у меня просто просьба к тем руководителям, чиновникам, не выступайте, пожалуйста, по телевизору и не морочите людям голову. Вот, пожалуйста, цены по социальной аптеке. Вот цены. В пятой поликлинике социальная аптека пока ютится в маленькой комнатке. Объясняют, что это на время ремонта. По словам медиков, социальная аптека, как и прежде, не коммерческий проект. Даже на зарплату фармацевту денег не набирается. Идея в том, чтобы у населения была возможность купить медикаменты почти по оптовым ценам. Если в обычных аптеках накрутка составляет до 30%, то в социальных максимум 5%. Многие фирмы уже не соглашаются на это. У нас же как бы не под реализацией мы берем лекарства. У нас же денег нет, и мы берем у них. А потом, когда уже по мере накопления, мы отдаем эти деньги. Вот таким образом. То есть вы покупаете, получается, у тех, кто соглашается на такие условия работы? Конечно, да. На такие условия работы. Вот ансигнация называется, это по закону. По Караганде аптеки низких цен открыты в пяти государственных поликлиниках. По области их 25. В областном управлении здравоохранения не согласны, что проект не оправдал себя. Главный медик области считает, что казус получился из-за того, что в социальных аптеках товар разбирают быстрее. А частные аптеки еще раз продают старые запасы, закупленные до скачка курса доллара. Я думаю, что спустя месяц-полтора, когда уже эти остатки выберут, то будет уже заметно и видно, что цены на лекарственные препараты в наших социальных аптеках, они ниже, чем цены в розничной сети аптечной. Наши социальные аптеки вынуждают их не задирать так цены на свою продукцию лекарственную. И поэтому все-таки как-то дисциплинируют. Поэтому вблизи поликлиник частные аптеки снижают цены, чтобы не растерять клиентов, уверен Ержан Нурлыбаев. Так что уже поэтому толк от социальных аптек есть. В области планируется открыть еще несколько социальных аптек и расширить ассортимент лекарств в них. Сейчас он доходит уже до тысячи наименований. Проект будет действовать до тех пор, пока у населения будет в нем нужда, заверили в облздраве.